103-70. С таким счётом свою пользу закончила встречу команда «Моссон-ветеран». Первая половина игры была почти равной. Соперники не позволяли друг другу уйти в отрыв по очкам. В третьей четверти ветераны включились на максимум и добились внушительного отрыва. Залог успеха, по словам тренера, прост – получать наслаждение от процесса игры. Настроиться на игру, прийти и получить от него удовольствие. Мы любительские спорта. Тактика – это профессиональные клубы, очень сильно хочется. Но, к сожалению, наша игра больше зависит от того, в каком настроении придёт ребята после рабочего дня. Соперником у ветеранов «Моссона» была достаточно молодая команда «ЗОЖ». Для них это первый сезон в первом дивизионе открытого чемпионата Севастополя. По словам наставника, дважды в неделю парни проводят тренировки, разрабатывают стратегию игры. Однако этого оказалось мало против такого опытного конкурента. Ну вот «ЗОЖ» – это беспроигрышный вариант, потому что даже при проигрыше побеждает всегда «ЗОЖ». Здоровый образ жизни. Очередной открытый чемпионат Севастополя, проходящий под эгидой межрегиональной любительской баскетбольной лиги, стартовал осенью прошлого года и продлится до лета 2022-го. Турнир разбит на два дивизиона. Шесть команд играют высшим, 11 во втором. Встречи проходят каждые выходные. Летом по итогам состязаний будет определён сильнейший клуб, который представит Севастополь на межрегиональном этапе Южного федерального округа. Яна Этренюк, Дмитрий Лелека, СЕФИНФОРМБЮРО. Продолжение следует...